есть код от чувства вины вот смотрите хороший вопрос кстати когда человеку плохо и он начинает ощущать себя плохо его мучает вина его мучает ненависть по отношению к другому человеку его мучает что-либо беспокойство и так далее я рекомендую в этот момент человеку избавиться от таких состояний сделать это несложно каким образом сегодня я бы хотел вам рассказать о том что называю я медитации очень часто люди не понимают что это такое а я могу сказать что это уникальный инструмент который помогает наказать обидчика и который помогает справиться с негативными состояниями которые возникают у вас и так далее дело в том что когда человек сидит с полу закрытыми глазами еще раз хочу сказать вам не с открытыми и не закрытыми а с полу закрытыми глазами в расслабленном состоянии организм приходит в состоянии спокойствие это и психоэмоциональное спокойствие и гормональное спокойствие ну одним словом мы так устроены что если у нас глаза закрыты организм переходит в состояние успокоения если при этом они еще и полу открыты то это влияет еще и на внешний мир на нашу на нашу психику и так далее в этом состоянии если сесть и начать думать о чем-то плохом думать о том что вас мучает совесть что вы неправильно поступили там или еще что-то сделали в случае если вы думаете там кто-то вам должен деньги кто-то вас обидел вы готовы кому-то отомстить в этот момент закрытыми глазами постарайтесь расслабить свое тело и постарайтесь об этом думать думайте об этом как будто это с вами происходит переживайте в этот момент сидите долго хотя бы 10-15-30 минут и вот что произойдет те люди которые вас ненавидят те люди о которых вы думаете они в этот момент получат по попе то есть у них произойдут нехорошие события вы за счет такой медитации освободите психическую энергию которая накапливается в вашей душе и вашим сердцем и она пойдет от вас в другую сторону точно также произойдет случай если вас мучает совесть это и будет элементом вашего раскаяния придут новые мысли когда освободиться все это хочу вам сказать что те медитации когда человек с полу закрытыми глазами старается почувствовать радость почувствовать любовь почувствовать еще что-то выполнять не нужно так как вы уничтожаете чувство любви будете вместо спокойствия получать раздражение будете более раздражительным если будете ощущать любой в этот момент будете злиться на окружающих людей и так далее такая медитация на предназначена для того чтобы аннулировать или полностью уничтожить вот такие деструктивные элементы в случае если вас муж раздражает или жена вас беспокоит там ребенок у вас есть переживания по поводу войны занимайтесь такими медитациями делайте это в первой половине дня и второе покаяться то есть случае если человека вина есть у него вина он должен покаяться то есть он должен себя покорить накорить или как это называется то есть он должен сам себе сказать вот ты это сделал больше не буду ай-яй-яй как тебе не стыдно таким образом чувство вины будет полностью устранено можно покаяться еще и сказал об этом человеку и написав ему письмо если связи нет то можно с ним виртуально поговорить представляю его перед собой как же быть владельцем маленьких бизнесов которые в это тяжелое время не могут развиваться у меня цветочный магазин любимое дело сейчас доходы упали но если закрыться совсем то после войны придется начинать все по новой думаю не у меня одной такая дилемма сейчас очень важен ваш совет что необходимо делать первое начните обязательно делать скидки второе поговорите с теми кто вам этот товар поставляет чтобы было дешевле третье договаривайтесь с арендодателями которые у которых вы арендуете этот магазин чтобы цена была дешевле также это повод для того чтобы более активно рекламировать свой магазин в интернете в телеграме и так далее то есть максимально соберитесь и максимально посмотрите на чем вы можете экономить и в какую сторону вы должны как вы рекламируетесь то есть старайтесь этим обязательно заниматься нужно ли закрываться в вашем случае нет а еще я хочу сказать даже несмотря на то что было и есть плохо то будет лучше несмотря ни на что почему как бы ни странно это звучало бизнес и доходы чуть-чуть плавно будут увеличиваться потому что люди покупают цветы потому что есть дни рождения потому что есть встречи этого никто не отменял этот бизнес у вас будет процветать не переживайте продолжайте развиваться просто постарайтесь урезать урезать свои урезать свои расчеты договориться с арендателями договориться с теми кто поставляет цветы постарайтесь рассмотреть этот весь вопрос глобально и постарайтесь может быть там максимально максимально ограничить возможные траты случае если на вас работают люди ну конечно не могу этого советовать случае если работают на вас люди постарайтесь с ними поговорить чтобы уменьшить зарплату если невозможно там больше уделяйте внимание листойте сами ну где-то так андрей скажите пожалуйста как избавить близкого человека от игрозависимости делайте так смотрите нужно представить своего близкого человека будто он маленький ребенок раз потом попробуйте представив его маленьким ребенком почувствовать к нему тепло чувства хорошие и похвалить сказать ты мой зайчик ты мой маленький ты мой хороший ты моя золото и после этого и рядом с ним представить или вспомнить этого гиганта мысли которым он является сейчас то есть игра мана зависимого человека представить его с привившим ся таким нервным бешеным и так далее и сказать я знаю этого и я этого люблю после этого обвести этого человека как я обучаю в школе поставить защиту со словами махом хохохри если вы ученик школы это тогда вам это доступно и после чего и после чего запечатать со словами махом хохри а того нужно прогонять говорить да пошел ты а ну пошел ты эти ненавижу пошел нафиг тыкам чудовище чму убожества и сдувать его ты не мой сын я тебя не знаю а ты вот мой я тебя люблю ты моя солнышко там и так далее то есть первое разделение второе тот который настоящий который был маленький даем ему силы внутренней тот которого ненавидим отгоняем после того когда этот которого ненавидим отгоняем можно представить будто отгоняйте мечом отгоняете факелом отгоняйте свечой отгоняйте еще чем-то это помогает что если в голове человека кто-то начал ругаться и что-то требует я обычно говорю это может быть все что угодно но в эзотерике которая преподаю это называется влиянием или подселенцем а тот кто разговаривает с вами подселенцем в исламе говорят еще джин в тибете говорят гневный дух такой дух может иметь любые классы их там классифицирует читается что есть в 1 в как ю существует 30 классов гневных духов или 27 я уже не помню а в никме считается что их там до 52 которые могут вселяться в человеке и они есть тантра которая объясняет там вот эти классы духов и так далее можно ли каким-либо образом с этим справиться конечно найдите свой голос который разговаривает вашей голове найдите тот который разговаривает вне вашей головы и ругается скажите своим голосом тому кто ругается скажите ему пошел ты и дальше несколько раз матом скажите вон изменять я ненавижу пошел ты не хочу тебя слушать это также если вы почувствуете что это где-то в вас находится постарайтесь этой себя выбросить выгнать или вытолкнуть делайте 3-4 раза особенно это делаете или выполняйте перед сном будете это делать перед сном вас отпустит стопроцентно здравствуйте подскажите пожалуйста вернуть ли мне долго с несколько мест должны но не отдают тянут что делать будут отдавать медленно будут отдавать медленно почему они отдают медленно не нужно было с ними корешиться не нужно было корешиться посмотрите друг подождет а враг нет обычно тем кто ругается отдают первыми а те кто хорошие последними поэтому старайтесь сделать так чтобы вас они друга не видели говорит да сколько можно сколько можно давайте уже